Баскетбол на колясках – дисциплина не новая. Известна она была со времен Советского Союза. Изначально, как способ реабилитации инвалидов. Кстати, само слово «инвалид» в буквальном переводе означает «не имеющий силы». Но к участникам юбилейного 10-го всероссийского турнира по баскетболу на колясках, который состоялся в Тюмени, этот вердикт абсолютно неприменим. Шесть мастеров спорта международного класса. Участвует 31 мастер спорта Российской Федерации и 8 у нас кандидатов мастера спорта. В спорткомплекс «Траймаш» прибыли сильнейшие команды России. Местный Шанс, Баски из Санкт-Петербурга, Казанские крылья Барса, Легион Югра из Ханты-Мансийска, Столичный Фалькон. Присоединился к ним клуб-дебютант турнира «Донбасс». От Тюмени впечатление сложилось уже давно. По крайней мере 9 месяцев назад мы были здесь на учебно-тренировочных сборах и участвовали в кубке Тюменской области. С условиями у нас сложности. У нас приказ главы республики о запрете массовых мероприятий, потому что город постоянно обстреливается. И получается, что в последнее время мы за счет таких сборов, за счет таких турниров поддерживаем свою игровую форму. Я видел отдельно ребят, которые приезжали с другими командами еще от Украины. То есть, когда был Донецк, они, два человека, были раньше в Тюмени в составе питерской команды. С тех пор изменилось очень многое. Для донбассов баскетбол на колясках – это больше, чем спорт. И даже больше, чем способ социализации. Рассказывать-то нечего особо. Минно-взрывная просто. На выходе были минно-взрывная. Ну, я всю жизнь в спорте. Соответственно, сел в коляску. Ну, это же не приговор. Надо как-то заниматься. Ну, пытался что-то там свое найти. Отжимался, подтягивался. Ну, такое там что-то делали. Ну, ребята смотрят активный, спортивный. Давай, это самое. Не хочешь, желания нет. Я говорю, ну, поехали. Я никогда командными видами спорта не занимался. Понравилось. Сейчас втянулся. Так втянулся, что прям не вижу себя без баскетбола. Вне баскетбола не вижу. Повторили бы свой путь жизненный? Вы имеете в виду, пошел бы на войну или нет? Конечно бы пошел. Ну, родину надо защищать. Это первое. Второе, это священный долг мужчины. Вот. Мы часто кричим, что женщина должна, но забываем, что мужчина тоже, в свою очередь, тоже должен. Женщина создает очаг, а мужчина этот очаг должен защищать. Я родился в Советском Союзе, и моя родина Советский Союз. Вот. Поэтому пока что для меня родина еще не стала той большой, которой она была. Родина – это твой дом. Вот. Там, где я могу жить, думать, общаться с людьми, и меня будут понимать, менталитет одинаковый. Вот. Ну, где-то так. Вот. А не так, что, как говорили, родина там, где пятая точка в тепле. У вас сколько детей тоже? А, четверо. Четверо. Слава Богу, все хорошо. Четверо детей. Играем в баскетбол. Самому младшему ребенку сколько лет? Четыре с половиной. Как вы так успеваете? Баскетболу еще и детей заводите? Четырнадцатилетний вот пришел. Вот еще у нас Руслан тоже первый турнир. И он пока, ну, вообще получается дебют у него. На коляске я уже шесть лет. Ну, я просто неправильно переходил дорогу. Меня сбила машина. Ну, шесть лет назад. А в команду я попал. Меня пригласил один игрок из команды. Я захотел посмотреть, что это за вид спорта. Пришел, посмотрел. Ну, мне это понравилось. И я начал заниматься баскетболом на коляске. В жизнь они, чтобы входили и жили нормальной полноценной жизнью. Это вот наша задача.